всем привет меня зовут оля и это по-настоящему мистическая распаковка потому что у меня все пошло не так по техническим моментам у меня разорвались некоторые аксессуары так скажем пока этот наряжалась и готовилась но сначала я вам объясню что такое ждать за границей российскую посылку и что такое ее вообще отправить героиня и спонсор моего сегодняшнего ролика это конечно же юлия если кто не знает про юлию очень странно значит вы недавно на моем канале юлия это героиня сегодняшнего ролика она прислала эту мне посылочку как это было просто не описать словами потому что эта посылка должна была прийти намного раньше сначала не было коробок потом юлия нашла две коробки и отправлять две посылки это практически стоимость пересылки умножаться должна была бы на 2 и когда настал тот прекрасный день когда она мне отправила эту коробку огроменную почти на 15 килограмм случилось очень интересное событие ее зарегистрировали как на килограмм и юлия была вынуждена в общем-то перерегистрировать посылку потому что я всего лишь заплатила 2000 за пересылку и как бы это невозможно было поэтому она все это переделала еще раз каталась на почту юлия наверное вот до знакомства со мной вообще там практически не появлялась и никому никогда ничего не отправляла но ольга всегда носит выносит свои коррективы если честно мне ее даже поднимать страшно настолько она огромная я ее думала мне вообще не отдадут потому что не было такого понятия что посылка в принципе ко мне приехала и я пошла на свой страх риск господи не понимаю как юлия ее тащила просто какой-то ужас она вот такая огромная юлия нашла где-то коробку эту потому что это не почтовская коробка я не буду это делать давайте скорее просто будем открывать хочу сказать одно это супер неожиданная посылка мистическая здесь будет анонс жуткого книжного марафона я никогда его не снимала ни разу не снимала этот марафон и когда у вас появляется ребенок конечно вам хочется скупить все эти хэллоуинские штучки у меня сегодня максимально прекрасное настроение а вообще просто вчера еще одну посылку получила в этот раз юлия постаралась и упаковала все в пакеты чтобы не дай бог где-то что-то не намокло мне это что-то не выпало так что начинаем эту потрясающую я уже вижу что сверху тут уже столько много всего в посылке помимо книг будут присутствовать подарки очень много судя по всему подарков так давайте их прошлый раз я не показала ничего из вещей и мне написали что очень было бы интересно посмотреть поэтому давайте я это оставлю просто я уже вижу что это великолепно я оставлю это на потом сейчас просто отложу и перейдем к самому к самому интригующему так юлия вы прям положили все в отдельные пакетики каждая вещь в отдельные пакетики вот это я понимаю это профессиональный подход так все проложено боже вы понимаете вот это я так понимаю то что я думаю это из фикс прайса друзья так ладно господи сколько пакетов мы еще с юлией очень долго смеялись что ее квартира выглядит примерно как вот на этой фотографии просто скоро все мои посылки дойдут у нее до потолка вот наверное практически так и получилось перейдем к первому лоту первый пакетик из лабиринта юлия вы я смотрю мать моя вот вообще не ожидала это а я еще думаю сейчас такие скидки думаю может быть правда заказ давайте по порядку юлия положила книгу сюрприз и я с нее видимо начинаю эту распаковку юлия по моему реально положила вы посмотрите она каждую книгу положила в индивидуальный пакет просто хочется еще заказать да с таким оформлением юлия юлия здесь закладка вы видели что здесь закладка наша моя закладка вам я присылала юлия вы наверное просто юлия вы наверное забыли за мне нужно вам отправлять посылку теперь все я поняла в общем я под глубоким впечатлением первая книга это дом хоу кристалл сазерленд книга которую вот просто захотелось мне почитать на осень она мелькала уже у кого-то я ее видела также я юлию рекомендовала она себе ее купила как я понимаю мы с юлией будем читать эту книгу вместе поэтому с нетерпением буду ждать тем более она очень красивая она вот по-настоящему осенняя прекрасная в этом пакетике у нас две книги очень красивые тоже я ни одну из этих книг на самом деле в живую вот в реале не чупала не трогала не видела сколько у меня пакетика будет я обожаю пакетики тоже с этого наверное момента начинается шок контент очередной на этом канале потому что вы не ожидали от меня этих книг я думаю это сто процентов и так смотрите какая красота поцелуй льда и снега азука леонера по же мой срез потрясающий голубой какая она красивая прекрасный тоже хороший шрифт потрясающее оформление почему я купила эту книгу во первых мне очень понравилась конечно же обложка во вторых если я решил ознакомиться с новым жанром я очень тщательно изучаю аннотации потому что как вы знаете я их не читаю но решила что если все-таки я это сделаю то проработаю вдоль и поперек аннотации чтобы вот прям вот не оступиться в этой книге ледяное королевство где выдают единственную дочь замуж за молодого короля огненных земель возможно здесь какая-то будет страстная история любви противостояние чувств и всего такого хочется почитать опять же в интерпретации фэнтези жанра королевство моста я вообще последний момент ее купила потому что видела отзывы и они такие хорошие я опять же вы наверное думаете что сейчас я с ума сошла или схожу с ума почему я покупаю показываю вам такие книжки но честно у меня сейчас такое настроение у меня настроение почитать какую-то фэнтезиатину но чтобы это было не сильно углубленное фэнтези чтобы это было поверхностное где есть замки где есть принцессы какие-то злодеи убийства и обязательно любой в этой истории принцесса воительница которая выросла в глуши знает каких-то две вещи что король из королевства моста враг а вторая то что девушка у нас росла чтобы стать его женой и погубить его в общем какая-то вражеская история которую конечно же я захотела почитать следующие две книги потрясающе красивые я получаю эстетическое удовольствие разворачивая каждый пакет я не знаю мне кажется это извращение уже какое-то он просто потрясающе даже мне кажется интереснее чем пупырка мне кажется даже они тематически разложенные ой какая потрясающая книга мы кстати здесь с вами и выберем книги на жуткий книжный марафон их будет наверное штучки 3 и вот первый претендент это мишель пейвер вейкенхерст мрачная книга от издательства аркадия которую я очень хочу прочитать потому что там про какой-то таинственный дом про какие-то ужасы древние тайны старинная усадьба жестокий контроль отца и 14-летняя девушка которая там ведет хозяйство и пытается справиться с реальными выданными проблемами но однажды отец находит на кладбище остатки средневекового заалтарного образа с изображением дьявола и какие-то темные силы судя по всему будут просыпаться поэтому давайте хоть посмотрим что там внутри ну шрифт кстати мелковатый обычно у аркадий все-таки покрупнее но почему книжечка такая тоненькая 348 страниц ну это прям конкретный претендент на наше с вами чтение следующую книгу мне посоветовали в комментариях когда я спросила что можно прочитать в жанре фэнтези такого интересного любовного и мне более менее подходящего потому что опять же повторюсь я не люблю фэнтези с какими-то супер продуманными мирами где очень много 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 всего серия школа темных избранница грозы ольга пашнина и это переиздание потому что остальные книги такие же потрясающе красивые сколько там ох какая красота гром и молнии господь с вами это тоже претендент в общем здесь целых пять книг в этом цикле какая красивая история вы посмотрите тут такие крылышки под каждый над каждой главой очень красивая книга просто потрясающе здесь нас ждет какой-то мир тайн опять же какая-то школа возможно каких-то магов если честно я подзабыла немножко аннотацию когда изучала уже два месяца назад эту историю эту книгу по моему и здесь что немаловажно есть какая-то определенная любовная линия не это очень важно надеюсь она мне понравится поэтому вот две книги отправляются у нас претенденты здесь столько книг вы даже не представляете я сколько это буду снимать следующие две книги тематически объединены пакетиком они в пленке обе в пленочке ввожу в небольшой контекст я прочитала фейбл это морское приключение я бы даже не сказал что-то фэнтези мне очень понравилось я захотела прочитать что-то еще из морского и вот эти две книги относятся подождите секундочку пакетик закончился первый не переживайте меня их много еще и так в общем то это у нас делогия что немаловажно я не люблю огромные циклы а следующее видео как раз таки выйдет где я купила огромный цикл противоречия мое второе имя по моему это Мара Резерфорд посмотрите давайте откроем эту пленочку разденем эту красотку и посмотрим что там за шрифт потому что это для меня всегда очень важно я надеюсь вам не мешает мой колпак потому что у меня тут есть еще перо с пером я здесь не очень выгляжу у меня еще чокер сломался вот пыталась когда нарядиться собственно надеюсь дальше все пойдет по плану это первая часть корона из жемчугов и кораллов и вторая королевство моря и скал это просто моя сейчас будва это вот мои влоги 24 часовые чтения марафоны недели это вот все здесь я должна осилить и прочитать шрифт мелкий черт возьми почему причем и в первую 2 нет во второй почему-то побольше что это за подстава такая ну в общем ладно конечно немножечко я расстроилась но книги очень красивые она рассказывает у нас про девушку нору которая отправляется в соседнее королевство и она очень мечтает вернуться домой собственно к людям которых она очень любит и наконец ее желание сбылось оказалось что в родной деревне все считают нору предательницы и изгнальницей двух миров в общем там будет какой-то принц как вы понимаете любовная линия должна быть здесь и сейчас мы не будем это в хэллоуин читать естественно ну как вы видели уже видели эту книгу и все купили но первое купила я потому что я ее заказывал еще блин когда когда он только вышел по предзаказу почему так много книг почему так еще много книг я уже счастлива понимаете это владимир торин олег яковлев мистер вечный канун у или холл есть конечно же продолжение которое еще не вышло на тот момент когда я заказывала первую часть но это так самая книга а город полуночи вот вторая собственно история продолжение они вроде бы как связаны и это незаконченная книга в плане концовки то есть обязательно нужно прочитать вторую часть но я думаю вы понимаете мне кажется все в жидком книжном марафоне будут читать вот эту книгу и я не могу не поддаться этому влиянию потому что черт возьми я ее купила можно сказать самое первое почему ее все начнут читать я не знаю ну наверное потому что конечно обложка очень хэллоуинская стыков с тыковками но мелковатым шрифтиком потрясающе конечно красивая книга почему такой мелкий шрифт все же ой она такая объемная получается что здесь 530 страниц в общем восхитительное чтение я так предполагаю будет в этот хэллоуин у меня достаем следующий пакетик так весь мягкие книжечки юлия просто постаралась конечно я не ожидала что здесь будет все в индивидуальном пакетике сколько вы пакетов сюда потратили а сейчас я вам покажу заказы с озон и покупки с фикс прайса да у меня тоже бывают покупки с фикс прайса хоть я и живу за 3000 километров от этих фикс прайсов но они у меня здесь тоже указывается сейчас появятся две книжечки из фикса это платье королевы конечно же просто захотелось не и почитать все ее уже давным-давно прочли я подумала что мне тоже конечно же она нужна почему нет вторая книга мне доверяя никому я ее скачивала в электронке миллион лет назад мне кажется она выходила господи какой отвратительно мелкий шрифт но неважно я же ее все равно будут читать потому что у меня здесь больше нет никаких вариантов и в общем то это такие книжечки у меня будут вот прям давно давно напрашивающиеся потому что вот эта книга которую я не захотела в электронке читать а вот эту просто не собиралась читать но теперь буду почему не кстати разного формата я думала не одинаковые вот это побольше это поменьше две книги из азбуки классики одна у нас еще даже в пленочке кстати одна из книг приходила первый раз вся насквозь мокрая мы ее перезаказывали вот во второй раз все прошло успешно почему она не в пленке кстати может быть там 18 плюс нет опять же это у нас с вами претенденты на жуткий книжный марафон это классика между прочим мистические истории день всех душ и мистические истории тайный сообщник насколько я знаю тайного сообщника вообще скупили и его практически уже в какое-то время даже не было достать я сейчас даже посмотрю это что у нас доп тираж или нет нет не доп тираж но это новиночка собственно да в августе вышедшая потрясающе красиво потрясающе красиво что спросите меня вы потому что внутри обычный текст здесь у нас мэри шелли эдгар по джулиан готорн дженген ринг банкс герберт уэллс ричард марш джозеф конрод в общем половина из них я не знаю а день всех душ что здесь у нас джон бакон артур квиллер куч уильям фрайхер харви первый раз уже слышу элизабет гаскел зато знаю отлично джеймса знаю дит уартон тут с этой наверное есть желание больше начать с этой книги и шрифт здесь тоже получше так что наверное мы с вами вот это отложим немножечко отсидела себе ноги пришлось на самое дно спуститься и еще одна книжечка в мягкой обложке но тут все ожидаемо наконец-то мы с вами дошли до триллеров возможно единственных единственного или нет у меня там что-то еще было да помню ой она такая приятная первый раз вижу что у синбада есть мягкие обложки эта книга нервный срыв автор написал где дилема очень плохо пропечатано и за закрытой двери за закрытой дверь я читала дилема у меня есть в электронном формате поэтому я решила все-таки еще познакомиться с книгой автора который написал такую достаточно абьюзивную историю закрытой дверью про мужа и жену закрытой двери да она мне почему-то вот не совсем сильно понравилось я бы даже сказала не понравилось но вот от этой книги слышала что очень много кто в восторге поэтому решила поэкспериментировать тем более мягкая обложечка вполне себе может быть даже если и не на осень то на зиму мне подойдет еще один претендент который будет у нас участвовать в выборе на жуткий книжный марафон это очередная новинка который о которой наверное все слышали это первая часть сколько в этой сколько в этом цикле или серии книг я сейчас не помню по моему 2 вот эта прекрасная книга мне кажется она нам точно с вами подойдет она коротенько 250 страничек туманная долина кэтрин арден это автор соловья медведь и соловей это и не детектив и не сказка и не ужастик это что-то большее потому что здесь рассказывается про 11-летнюю девочку которая спасла какую-то старую книгу от неминуемой гибели в реке и она приехала с классом вот как раз таки на эту ферму там туманная долина и обнаружила могилы тех самых персонажей о которых прочла в за вещь в зловещей истории так что я думаю определенно эту книгу стоит прочитать нам на марафон следующий пакет книг это эксклюзивная классика судя по всему и опять все индивидуальных пакетиков потрясающе потрясающе а теперь я вижу что мы будем с вами читать во влог массах это somerset mom рождественские каникулы не будем вам рассказывать про сюжет потому что все таки это классика классики я вообще не люблю знать о сюжетах потому что зачастую вся аннотация конечно же это и есть сюжет вот это конкретное чтение на рождество у меня будет здесь и на новогодние блог массы следующая книжечка которая также могла бы претендовать на наш с вами марафон это ууки коллинз отель с привидениями в прошлом году у кого-то я видела эту книгу в чтениях на жуткий марафон кстати очень приятная книга хоть и толстенькая такая достаточно но шрифт очень хороший нужно будет подумать насчет нее да я столько не прочитаю конечно же в марафон и сейчас так мало времени остается если бы у меня она пришла пораньше это посылочка конечно я бы побольше попыталась прочитать книг и еще одна книга ууки коллинз мертвая комната у мертвой комнаты шрифт чуть-чуть поменьше но на самом деле я ее конкретно заказывала к этому марафону почему-то вот у меня есть такое предубеждение что она мне как раз таки очень даже понравится поэтому отложим посмотрим конце ролика что там получил после того как я почитала у сомерсета мое манавиль и конечно я решила еще пить вот у него книга как раз таки это рождественские каникулы и еще одна книга это театр театр у меня есть новокузнецкий в очень старом издании очень старом оформлении еще букинистическом на самом деле там 1980 какого-то года поэтому решила что я никогда с ней не ознакомлюсь если не закажу себе дубль в хорошем новом свежем оформлении поэтому будем знакомиться и еще одна книга я у ремарка читала наверное произведений ну не пять но около того мне кажется и легендарное произведение триумфальную арку я решила заказать просто потому что я искала опять же приятный хороший шрифт у эксклюзивной классики и это как раз таки тот самый шрифт надеюсь что мне это произведение понравится потому что расчет вот прямо у меня конкретный на него хотела заказать три товарища но самый последний момент почему-то передумала надеюсь что это не зря сделано пакетик из фикс прайса можно даже 0 обложки сделать да но я не буду и таким не занимаюсь вот оно что вот оно что какие нелегкие я думала не тяжелые боже несмотря на объем итак первая книга я очень сильно боюсь летать на самолетах но я очень много летаю по ироне судьбы поэтому когда увидела книгу эту еще весной а что будет она выходить будет печататься у нас это издательство индивидуум и на самом деле книги дорогие хоть и в мягких в мягких обложках и очень сложно иногда бывает их достать и мне кажется что я успела и угадала это падение т.джей ньюмана как вы понимаете это про какую-то скорее всего будет а я катастрофу так посмотрим шрифт это очень важно очень мелкий шрифт прям вот неприятно мелкий шрифт но зато она не такая объемная не такая большая и обложка мне очень нравится конечно она безумно красивая эта история про рейс в нью-йорк на борту которого находится еще 143 пассажира и вы знаете что за 30 минут до вылета была похищена семья вашего пилота чтобы его семья осталась живых все пассажиры вашего самолета должны умереть а семья выживет только в том случае если пилот в принципе выполнить приказ и разобьет самолет что-то мне напоминает этого физика аэрофобия 7 а но конечно это совершенно другая книжечка видела отзывы уже кому-то понравилось кому-то не очень ну в общем я по этой теме немножечко прибиваю еще одна книга которой я думала что будет вот прям тяжелая смотрите какая толщина это потрясающе очень красивая очень легкая мне важен шрифт в первую очередь сейчас я посмотрю прекрасный шрифт друзья 600 страниц почти это ольга птицева там где цветет полы я вам ставлю картиночку это переиздание книги которая выходила уже очень много лет назад в другом оформлении и попкорн букс решил конечно же нам ее переиздать в более обновленных версии потому что на тот момент когда эта книга била все мировые наши рейтинги и списки ее по моему раскупили и я как-то прошла мимо история про девушку ульяну которую решает несчастный случай семьи дома и друзей и она проводит свои вечера в вагонах электричек и страдает от одиночества она умеет видеть чужую смерть во взгляде любого кто встретиться ей на пути проклятие это или болезнь никто не знает но только запах горькой полыни и видение которые решают ее рассудка помогут в общем то скорее всего разобраться и вот ульяна будет связываться в какую-то игру на выживание в очень опасно только она толстая мне она напоминает книгу хранительница книг и заушевица она тоже такая же была объемная такая же толстая хочется держать в руках не могу такая хорошая книжечка может мне уже пора снять этот колпак а то мне немножечко пригорает там много жарко давайте уже закончим без него тем более он детский я сейчас быстренько покажу просто лицевой стороной обложкой все детские книжечки потому что кому-то возможно это интересно кому не интересно можете пропустить этот блок и перейти сразу к блоку с подарками следующий пакет вот в таком образе это верно даже открывать не буду просто вот покажу что в пленочке не будем с вами так подробно останавливаться все-таки это не ролик про детские книжные покупки в общем у меня дочка очень сейчас любит котиков поэтому вот будем котиков считать следующие это подарки вот с лабиринта эти классические потом вот очень кстати красивая книга незваный гость внутри она действительно красивая кто захочет может посмотреть собственно на лабиринт интересно что все детские книги упакованы в пленку то есть ты не можешь ее так вот открыть и полистать три кота одно желание опять это вот тема с котиками я думаю все книги прям вот классные на самом деле я в них очень-очень уверен наконец-то первая книжечка у нас без пленки это викинг тапи и волшебное покрывало какая красота посмотрите медвежонок из магазина подарков но это вот новогодняя история мне кажется даже я сама с удовольствием такое такое прочитаю полистаю лучший для мамы также книга с очень красивыми иллюстрациями посмотрите очень яркие очень красочные очень мультяшные вот я такие очень люблю внутри как моя дочка поэтому такие вот прям на вес золота кто знает мультяшные книжки вот прям с огромными картинками обязательно мне напишите две книги кота шмяка морские истории и фабрика мороженого ну давайте посмотрю я хотя бы так чуть-чуть ну да да я думаю это вот то что нам нужно опять же как вы поняли тема с котиками остается актуальна еще две а еще целых три книжечки это путешествие на воздушных шариках в пленочке ну опять же красивое оформление внутри туалета и нас книга да и нас издательство и еще конечно же про котиков буду твоим другом вот такая малышка кстати книги все таки иногда бывает что заказываешь детские книжки и вот как-то сразу с первого взгляда понимаешь что что ты не то заказал а эти вот прям смотрю какие то вот все все прям вот туда куда нужно и мультяшные истории это из фикс прайса книжечка да про акулу baby shark это вот все что нам нужно акуленок отлично волшебные кроссовки юлия это импровизация так понимаю я же не заказывала я не могла заказать джулия дональдсон и лидия монкс очень устрашающая книга про медведя который на девочки бежал так книга у нас об ой коробка все-таки опустела друзья что-то еще внизу подумал что чеснок от глаза раз хэллоуинская посылка да нет это свечка свечка тыковка из фикс прайса беленькая так как у меня все что я купила свечки в основном оранжевые мне вот как раз таки беленькая очень даже кстати переходим к пакету с я дочке заказывала мягкую игрушку а вот это завязанный пакет что-то новое я думал она побольше я думаю она побольше она такая маленькая но такая миленькая сердечком но очень-очень приятная так ну и классические различные здесь игры пазлы ой огромный вот этот цветок секунду сейчас застану вот огроменный цветочек будем собирать вообще завтра будет просто очень много радость и тайный пакет с подарками мне очень волнительно на самом деле у меня уже сил не осталось если честно я сегодня встала в пять утра мы приехали из подгорицы в буду я очень волновалась что я не получу эту посылку мне кажется к вечеру я уже просто я уже на исходе сил какая красота я уже вижу что здесь что-то феерично красивое коробочка мальчиком так что это кажется я поняла что это вы посмотрите какая прелесть как мне теперь это открыть чтобы потом это закрыть так же красиво тогда радости и улыбок красота посмотрите это открыточка просто это гребешок розовый розовый гребешок для волос так сейчас мы откроем я вам поближе конечно же сниму покажу потому что это невероятная красота как он мне кажется сейчас еще если подсветить то он будет еще и так красиво переливаться наверное на камере ничего не видно он очень красивый ну все это действительно гребешок для маленькой модницы юлия спасибо вам большое смотрите какая красота ну вы видели так я все я все запакую красиво красиво сфотографировать мне это срочно надо так следующая коробочка все коробочки все в коробочках это что-то супер розовое как раз для нас юлия вы посмотрите это резинка с розовыми косыми у меня завтра дочка с ума сойдет вы что творите нет вы понимаете что я завтра вот это ей надену и на это не снимет вы понимаете что происходит она это правда завтра не снимет так что это у нас еще две резиночки с единорожками очень красивые так это счастливая шипучка малиновое варенье для ванны и душа у нас есть маленький бассейн у нас здесь нет ванны но есть маленький бассейн как раз таки вот использую и прекраснейшая помада это все что нужно юлия прекрасно знает что нам сейчас необходим и еще одна коробка самая большая коробочка то это такое красивое что там такое господи как я люблю подарки это какой-то кошмар смотрите как красиво это магнитная закладка я обожаю магнитные закладки вот обычные закладки я конечно люблю и скупаю их просто за не менее того что здесь нет магнитных закладок здесь не существует поэтому вот я обожаю магнитные это моя любовь никогда никуда не выпадет это открытка да это восхитительно красиво это это просто нет я не знаю как это описать это набор открыток с привидения вы посмотрите хэллоуинские открытки с книгами открытка вы посмотрите какие красивые боже мой юлия вы где-то взяли моя чернильница сайт есть так вторая магнитная закладочка еще какой-то очень красивый сверток от всей души так жалко открывать и это потом обратно запакую мне кажется нет что это такое юлия что вы творите со мной что это это просто я сейчас расплачивается какой-то набор милых посмотрите это слоненок какие у него ножки из чего ножки сделаны они как будто они четко будто живого когда-то господи как же красиво юлия вы откуда это все взяли я знаю в принципе откуда не будем не будем как бы раскрывать тайны просто это очень красиво смотрите какое красивое печенье на палочке виде слоника имбирный пряник это из калининграда подождите секундочку это что за красотища такая золотой снич закладка какая боже мой я такой вообще никогда в жизни не видела мышка мне кажется она откуда-то вылезла да юлия это марципановый батончик я обожаю марципан на первой работе что я работала там в основном были немцы и они привозили впервые наверное у наш городного кузнецка какие-то немецкие вот эти марципановые батончики шоколад нам все время привозили и мы его так попробовали и в общем-то все влюбились кей кей я прочитаю секундочку кенингбергский марципан с маркой боже юлия как теперь это есть буду вот понимаете этот как это распаковывать это же такая красота это же произведение искусства похоже на сигару нет секундочку мадынка ленинград хэдмэйнс это свеча наверное да я просто не курю и не пью как это открыть вот зачем такую красоту я не знаю нет я это все сначала сфотографии но это свечка и закладки пошли в разнос закладки боже какая красота открыточка открыточка зеленоградск очень красиво посмотрите там кстати да очень красиво я когда наблюдала за юлиной поездкой мне очень понравился этот город очень атмосферные такие домики потрясающие просто еще одна маленькая открыточка с бокалом и цветочками и закладки юлия тут мышка что куда она откуда она взялась может она от слоненка да кажется на слоненка нет нет слоненка откуда взялась мышка юлия расскажите откуда она появилась у нас еще одна магнитная да магнитная закладка с москвой наконец-то умер что-то есть от москвы а то столько раз там бываешь а перелетами ничего оттуда не ну как бы не привозишь почему-то и вот такие ой ну это все это для дочки закладки с принцессой с монстрами это вот юлия просто вот индивидуально что называется и вот такие вот красивенькие из калининграда морда довольно называется видимо я и вот такая под небом голубым востока я помню куда вы ходили я помню музей усадьба оставь его да я помню вы мне подашь показывали очень красиво кстати под моё вечернее платье вы думаете это все конечно же нет вы тут только вы видели какая у меня сейчас комната просто вот в каком она разносе это какой-то кошмар раздеваем его я думаю вы все это видели все знают что это такое во-первых здесь шапочки детские это очень нужно нужные вещи здесь потому что здесь на самом деле детские какие-то шапки купить просто невозможно особенно вот если вам нужно что-то красивое здесь прям дефицит так еще одна юлия вы решили прям нас утеплить конкретно смотрите а так шевелится еще это скелетон с веревками да с фикс прайсовский конечно же я вот выбрала беленького черный черный юлия себе купила я вот белого на такими конечностями сколько он страшный но такой интересный где-нибудь его надо вот там мне подвесить для фона так скажем следующий пакетик с вещами так это платье это платье вот прям да и можно сейчас сходить и в принципе нам на вырост уже есть такое одно из такого же материала точнее очень хорошо мы тоже проносили его книжная распаковка превращается шоппинг друзья в шоппинг с вещами так я тогда быстренько вам покажу это шапочки шарфы и друзья скелетоны я не понимаю почему я только одну упаковку попросила купить декорация подвесна какие они прикольные боже не знаю почему одну упаковку нужно было действительно побольше потому что у нас здесь вот именно таких конечно же нет я не видела таких так следующий лот у нас это очень милый передник юлия какой микроскопический вы посмотрите это вот для получается для маленькой хозяйки да красота какая просто все это вообще это наше все готовка это наше все здесь у нас теплые вещи до теплая шапочка и как они называются эти шарфы трубы мне тоже много таких было и платье я так понимаю индивидуального заказа индивидуального пошива конкретно нам очень красивого цвета так открою торжественно господи юлия ну она вот прям вы знаете она прям еще на следующий год прям наверное только-только будет мне кажется она вот как бы еще большевата хотя может быть кажется нет мне кажется большеват смотрите какая красота просто это наш цвет абсолютно точно но это вот прям дома знаете вот свечи зажег или куда-то на торжествов какой-нибудь там утренник и все такое очень красиво бархатная ленточка юлия в общем сумасшедший человек столько подарков вы мне прислали конечно столько вещей юлия это вообще конечно же все индивидуально упаковано я даже не знаю теперь как я теряюсь что теперь что делать давайте уже перейдем концовки этого ролика потому что ролик получается наверное действительно гигант выбираем из этих книг то что будем читать в жуткий книжный марафон вы конечно же ко мне присоединяйтесь кто хочет абсолютно точно будем читать вместе и делиться своими мнением возможно в телеграм-канале если вы хотите такой формат обязательно мне напишите первая книга обязательно выбираем это мистер вечный канун это обязательно чтение которое я начну прям вот с завтрашнего дня вторую книгу которую я так посмотрю из всех и очень хотелось бы начать это туманная долина избранница грозы подходит только обложкой поэтому мы ее отложим и остается остается выбрать из этих четырех книг давайте сделаем проще я просто устрою в телеграм-канале опрос и вы выберете третью книгу которую мы с вами прочитаем в этом марафоне на жутком моем первом праздничном марафоне можно так сказать так что все с двумя книгами я определилась третью книгу вы мне выберете сами очень приятная посылка просто восхитительные книги я максимально довольна я счастлива даже так скажу сейчас напишу юли и поблагодарю за все за то что в принципе она отправила согласилась отправить спасибо огромное вам что насмотрели это видео до конца потому что действительно распаковка получилась гигантских размеров мне кажется так что увидимся с вами совсем скоро всем пока